Друзья, я вас приветствую на канале Сложным Простом. Меня зовут Сергей. Сегодня поговорим про команды XFREMWORK, в частности, про авторизацию на Shell. Shell – это оболочка, давайте так, команды XFREMWORK, сокращение от Command Executor. Это Shell, которая является оболочкой и наборов команд, которые могут выполнять разные действия, начиная от и заканчивая чем угодно. Собственно, команды могут разрабатываться другими командами, ну, в смысле, команды разработчиков, и, собственно, единственное, что нужно сделать, это просто откомпилировать команду, скинуть ее в папку, в Shell найдет, запустит и, в общем-то, в этом его суть и кроется. Прежде чем говорить про авторизацию, вообще, давайте поговорим немножечко про ООС 2.0. Это, собственно, что? Здесь, на самом деле, все очень просто. Это такая спецификация, вернее, 24, ну, на данный момент, спецификации, которые должным образом регламентируют работу вообще вот этого вот ООС 2.0. Если говорить кратко, то это набор спецификаций, который описывает механизмы, правила, фреймворки, практики, регламенты и прочие документы, которые, собственно, позволяют получить доступ к ресурсам у делегированных серверов. То есть, если говорить по-простому, то вы, например, если говорить про делегированный сервер, это может быть гитхаб, гугл, там, микрософт латайд, гугл, я не знаю, яндекс или вк, ну, то есть то, что у вас, собственно говоря, авторизуют, например, там, вк, а вконтакте знают точно, кто вы, что вы капает. Как только вы заводите логин, пароль, контакт выдает вашему предложению о том, что пользователь работает, умеет и, ну, собственно, знает, что он из себя представляет. Есть платные и есть бесплатные фреймворки, которые, собственно говоря, позволяют вам запустить свой собственный сервер. Например, Identity Server 4, если такой помните, сейчас он называется немножко по-другому, хотя нет, называется он также, вернее, в нее версия поменялась, а команда разработчиков сказала, что теперь мы будем его делать платным. Есть OpenIDDict, это бесплатная реализация фреймворка для авторизации пользователей по принципу AWS 2.0 и, собственно, существует к тому, что вы можете себе запустить свой собственный OpenIDDict и настроить его таким образом, чтобы он выдавал разрешение вашим микросервисам или программам вашего предприятия, если, например, хотите. Ну и если говорить вообще по-простому, то принцип работы такой. У вас есть, допустим, какое-то приложение, которое делегирует какому-то серверу, ну, например, identity-серверу или там google.com или, например, github.com или wk.com делегирует, как это по-русски сказать, там, в общем, разрешение на выдачу разрешений, да, вот так вот скажу. То есть вы делаете запрос на этот сервер с авторизацией, который выдает вам в зависимости от авторизейшн флоу, да, они бывают разные, ну, там, или завести пароль или еще какая-то штука. Ну, давайте по-простому, да. Авторизейшн код флоу – это когда приложение делает запрос, ну, делегирует сервер авторизаций. Сервер авторизаций открывает окно логин-пароль, пользователь вводит логин-пароль, нажимает «Сохранить», сервер авторизаций проверяет, что это за пользователь, есть ли он, существует ли, может ли, и так далее, тому подобное. И обратно выдает токен, который, собственно говоря, вашему приложению говорит, что вот с этим токеном, который живет, ну, по спецификации 60 минут, это варьируется, это можно управлять, но обычно 60 минут, и вместе с этим токеном выдаются еще рефреш-токен, который может обновить ваш аксесс-токен, который, в общем-то, имеет доступ. Так вот, с этим токеном пользователь уже может ходить на защищенные ресурсы, приложения, или сервиса, или web API, и так далее, и тому подобное. Вот, это, если что сказать про простую схему, которая, в общем-то, работает, и это уже industrial стандарт, то есть, так называемый промышленный стандарт, и серверов, которые поддерживают вот этот вот AUS 2.0 очень много, в общем, нужно просто брать и пользоваться. В общем, и я поступил таким же образом, я в Commandex вертел этот самый AUS 2.0, и при входе, при запуске Commandex требуется ввести логин, пароль. Напоминаю, что Commandex это несколько приложений, в том числе Shell как оболочка, она сейчас перед глазами у вас. В общем, есть еще команды, которые пока не привязаны к авторизации, но, наверное, это следующий шаг. Итак, для того, чтобы зайти в Commandex, нужно ввести логин, пароль, и когда вы логин, пароль вводите, у вас, собственно говоря, появляется уже список команд, и есть вот информация о том, кто залогинился. Как это реализовано? На самом деле я сделал вот такие вот параметры, которые позволяют вам указать сервер, на который вы делегируете авторизацию, ClientID, ClientSecret, ну, это по общему подобию, и тип авторизации. Ну, есть возможность, как вы видите, Duenda Software, тот, который Identity Server сделал, та компания, ну, или группа разработчиков, вот, и они любезно предоставили демо-сервис, который может авторизовать пользователя. Вот чуть ниже демо-клиент, есть M2M, ну, то есть M2M, Credential Type, Secret, как вы видите, и, собственно говоря, там скоб. Вот эти вот параметры я ввел, и там выдаётся токен, ненадолго, и после ввода логина-пароля, какие логины-пароли также указаны на сервере, видно, что это BOP-пароль, BOP-логин, и ALICE-ALICE-логин и пароль. Очень удобно протестировать вашу возможность подключения, получения токенов, токен выдаётся реальный. Я сделал в своём приложении так, что этот токен сохраняется на время, и при следующем разе логин уже не потребуется. Но инвалидировать токен можно по-разному, да, ну, то есть проверять, что он протух или как-то по-русски стёк. Вот. Можно перезапросить у пользователя пароль, а можно в фоновом режиме через, используя refresh токен, обновить, собственно говоря, этот access-токен, и у пользователя только будет возможность нажать выход и снова зайти без такого. Ну, то есть прозрачно будет обновление. Это уже нюанс реализации, это не реализовано. Я думаю, что это будет на вашей совести. Ну, и давайте, наверное, переключимся в Visual Studio. Пробежимся по ходу. Я думаю, тоже это будет интересно. Итак, я клонировал. Ну, в общем-то, я уже давно клонировал, ну, а вы для того, чтобы у вас появился тот же, собственно, репозиторий, вам его нужно клонировать. Клонировать колобонга команды XSHL. Вот, собственно говоря, эти четыре репозитория. И вот этот вот клонировался. Вот тот, который, собственно говоря, является оболочкой. Я его клонировал, открыл, и вот он у меня теперь есть. Версия 1.9, насколько я помню. Собственно говоря, из чего реализуется, из чего складывается эта реализация OS 2.0. Ну, во-первых, я создал так называемое Identity. В общем, и в целом, это всего лишь идентификация, ой, то есть реализация Identity от Microsoft. System Security Principle. И здесь, как бы, есть все для того, чтобы это заработало. Давайте я вот так вот покажу. Суть сводится к тому, что когда мы вводим логин, пароль, получаем токен, сохраняем, есть сервис авторизации, который делает должным образом составленный запрос на тот сервер, который вы укажете в настройках. Ну, и, соответственно, вот Scope я указал такой же, как указан на сервере демонстрации, вам потребуется, скорее всего, в настройки прокинуть те набор скопов, так называемых областей, которые вы будете запрашивать, если вы будете свой собственный сервер реализовать. Еще раз, это все для демонстрации на демонстрационном сервере авторизации, поэтому не рекомендую это использовать, но для примера это, наверное, очень хорошо. Итак, давайте запустим приложение, в общем и в целом, как я уже говорил, мне здесь нужно завести Bob и Bob и нажать логин, запрос, получили токен, вот мы прописались как Bob. Как это работает? Ну, тут все очень просто, давайте я открою волшебной кнопкой мой, собственно, shell, и в командах появилась вот такая вот надпись, запись, если хотите, это, давайте вот так я покажу, и вот так положу, это вот такой вот зашифрованный объект, это не токен, это просто зашифрованный объект, который дешифруется, распознается, раскрывается, а давайте я вам тоже покажу, как я это сделал, у меня от вас секретов нет, вот он, команды X-Storage, который получает пользователя, если его нету, давайте так, есть, получает пользователя, читает его настройки, getDataFileHelper, вот он, здесь у нас чтение данных, здесь у нас сохранение, здесь у нас очистка, как это работает, хелпер, команды X-Storage получает пользователя, настройки его, да, тут команды X-Data тот самый, есть ли он есть, проверяя токены и стек или нет, есть ли стек, он его удаляет, если нет, то авторизует пользователя, все предельно просто, так что, я думаю, что это будет полезно в том числе. Ну и еще, сама авторизация, как она сделана, как вы поняли, есть два экрана, и они работают тоже специальным образом, есть Shell, у которого есть два типа состояния, еще раз, состояния в DAPF, они могут меняться, и вот сюда вот, давайте я все-таки сделаю побольше, да, вот так вот экран, вот, есть два типа состояния, давайте, я сделал authenticated и анонимный пользователь, и собственно, когда authenticated пользователь, то есть, тогда показывается логин, тогда анимируется логин, он открывается, когда анонимус, тогда докер скрывается и все такое. Собственно, если говорить про сами контролы, тут есть вот UserControl, и здесь этот UserControl, собственно говоря, существует в виде компонента, который может отображать логин и паспорт, и, собственно говоря, делать там валидацию. Как это работает? Ну, тоже давайте покажу, если запустить приложение, да, мне нужно удалить этот файл, пока я не делал никаких телодвижений в сторону автоматизации этого процесса, ну, у тебя файл удалился, если я сюда заведу, или, допустим, вот так вот, не заведу, ну, у меня срабатывает валидация, ну, или если здесь, я тоже, то есть логин, пароль, вот эту вот валидацию, включен в этот контрол, тоже, думаю, вам будет интересно посмотреть, как это работает. Так, ну, что еще показать? Есть SecurityData, это тот самый токен, который имеет access, type, refresh, и, если будут ошибки, то мы видим вот этот вот текст. Ну, и, наверное, нужно показать еще, вот, что, где вот, секунду, так, я потерял, вот, я показал Identity, а, Application User, надо понимать, что есть Application User, который никак не связан с API, ну, никак не связан с пользователем, который есть в Microsoft Identity, по идее, его можно переименовать CommandEx User, но, вот, почему-то мне хотелось вот таким вот образом сделать. Не путайте, потому что вы уже спрашиваете, как? Никак, это совершенно другое, возможно, в будущем я его перемену. Вот, собственно говоря, все, что я хотел вам показать. У меня, наверное, больше для вас ничего нет. Вам всего доброго, и пишите правильный код. Субтитры сделал DimaTorzok